Мария Смоктуновская, Анастасия Горюнова-Борисова, Иннокентий Смоктуновский, без грима, от составителей. Эта книга создана с особой любовью. Она проникнута любовью от начала и до конца. Нет, это отнюдь не слепое обожание кумира, а любовь к мужу и отцу, коллеге и другу. Любовь, несмотря на его слабости и недостатки. Самые близкие люди вспоминают о великом актере Иннокентии Михайловиче Смоктуновском. Гений! Так говорили и продолжают говорить о нем зрители, критики, коллеги, друзья и близкие. В чем секрет гениальности? Кому она достается? Как в человеке раскрывается его дарование? И как с этим дарованием жить? Авторы воспоминаний каждый по-своему пытаются ответить на эти вопросы. Мы хотим показать Иннокентия Михайловича таким, каким его мало кто знал. Большинство материалов, составивших сборник, публикуются впервые. Они или хранились в семейном архиве Смоктуновских, или были созданы специально для этого издания. Иннокентий Михайлович не только великий актер, он – выдающийся человек. Человек, который выбивался и по сей день выбивается из стереотипов. Он достиг многого, но всегда был в поиске чего-то еще. Мир не ограничивался для него материальной составляющей. Он всегда стремился к высотам Духа. Может быть, поэтому и сейчас так трогают душу созданные им образы. Может быть, поэтому он пережил свое время и остался в вечности. Мы хотим пожелать нашему читателю прикоснуться к подлинной любви, познать утешение и радость. Понять что-то важное, смыслообразующее и в себе, и в окружающей действительности. Ведь во всем есть не только обыденный, но высший смысл. Именно это доказал своим творчеством и жизнью Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Приятного чтения! Мария Смоктуновская, Анастасия Горюнова-Борисова Часть первая. Родные. Мария Смоктуновская. Материалы к биографии. Первая новелла. Детство. Детство. Пора неосознанного богатства, золотого запаса времени. Пора игр, драк, сборища шалостей на пыльных улицах сибирского города. Беззаботного, веселого катания с горы на санях или лыжах, до испарины, до приятного утомления. Детство неразумное, когда азарт набить карманы, пазухи, ранетками из соседнего сада, много выше спокойной возможности иметь все то же самое из своего. Детство бездумное, в чем-то сложное, но почти во всем бездумное. Может быть, этим прекрасное, но и страшное. Сначала ласково будет мать. Кишутка, вставай. Блинов поешь, потом опять ляжешь. Потом настойчиво воспитывается ряда. Затем властно призывает жизнь. Но это все будет еще не скоро. Где-то там. Далеко впереди. Мой папа, Иннокентий Михайлович Смоктуновский, родился в многодетной крестьянской семье. Детей было семь человек. В сибирской деревне Татьяновка, Шигарского района Томской области. Деревня эта, окруженная таежными болотами, была очень бедная. К тому же в 1920-е, да и в 1930-е годы по всей Сибири свирепствовал голод. Не избежали этой участи и крестьяне папиной родной деревни Татьяновка. Дважды по ней прошел голод. Для того, чтобы как-то противостоять беде, одни бежали в город на заводы и фабрики. Другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних ртов. В 1929 году, вскоре после того, как в деревне Татьяновка умер от голода старший брат Иннокентия, Митя, вся семья переехала в Красноярск. Отец семейства стал работать грузчиком в Красноярском порту, а мать устроилась на колбасную фабрику. Но в 1932 году случился второй повальный голод. Маленького пятилетнего Иннокентия, которого в семье ласково звали Кешей, и его брата Володю отдали на воспитание тете Наде, родной сестре его отца. Тетя Надя с мужем дядей Васей своих детей не имели и взяли на воспитание племянников. Братья Иннокентий и Владимир были большими друзьями. Дом, где они жили, стоял в живописнейшем месте, на крутой горе. Братья очень любили сбегать с нее вниз на огромную поляну, где играли и резвились. На противоположной стороне поляны, недалеко от дома, стояла замечательная церковь. Вечером на закате солнце бросало отблеск на белоснежный собор и его купола. Такое видение приводило в трепет маленького Кешу. Об этой поляне папа потом часто вспоминал и рассказывал нам, что именно это место стало для него отправной точкой творчества. Папа считал, что не случайно гениальный фильм Ингмара Бергмана называется «Земляничная поляна». У папы были очень светлые воспоминания о детстве. Он рассказывал, что жизнь воспринималась им тогда, как большая чудесная сказка, в которой встречалось много непонятного, порой пугающего, но вместе с тем все вокруг было светлым и беззаботным. Детское сердце переполнялось радостью предощущений подлинного праздника жизни, которому не будет конца. Эти предощущения выражены в удивительной книге папиных воспоминаний под названием «Быть». Часто поздним летним вечером на пологой крыше погреба, запрокинувшись на спину, лежал, радостно замирая, под властью темного звездного неба, необъяснимо маясь, волнуясь от чуда мироздания. И Млечный Путь, казалось, неотступно манил в свою хрустальную глубину, завораживая своей далью, и обещал в конце усилий, познания и труда приобщить к своему вечному мерцанию. Это предчувствие моего папы сбылось. Его именем названа «Малая планета в Солнечной системе». Ее номер – 4926. Вторая новелла. Война. Он шел по пыльной дороге 41-го года. Огромный и рыжий, смущенный, что ему поминутно приходилось менять ногу в строю. Человек, портрет которого я носил в медальоне Гамлета. Мой отец Михаил Петрович Смоктунович. Человек добрых шалостей и игры. Человек залихватского характера, ухарства и лихачества. Он вскормил меня. И тогда я провожал его в последний раз по кричащей, взволнованной дороге к эшелону, уходившему на фронт. Мне не нужно было искать его в строю. Два метра удивительно сложенных мускулов, рыжая, по-мужски красивая голова, виделись сразу. Я со страхом подумал, какая большая и неукротимая мишень. Я бежал, меня трясло. Очевидно, почувствовав, он поймал меня взглядом и отрывисто бросил. Ты чего? Ничего. В горле пересохло. Он, изучающе помолчав, крикнул. Ты смотри. Он ушел. Я смотрю. Я помню. Я смотрю. Мой отец воевал. Он ушел на фронт, не успев даже окончить школу. Восемнадцатилетним мальчишкой Иннокентий был призван в армию. На войне ему не раз довелось побывать в очень страшных перипетиях, но судьба хоронила его и оставила жить. На фронте папа находился с 8 августа 1943 года, начав свой воинский путь с Орловско-Курской дуги. Он не участвовал в самых жарких сражениях этой легендарной битвы. Отец оказался в тех местах, где все самое страшное почти закончилось. В то время там еще шли жестокие бои. Но того жуткого пекла, которое было в начале, он, к счастью, уже не застал. В октябре 1943 года при форсировании Днепра папе и еще одному бойцу дали задание. Под обстрелом, то и дело, погружаясь с головой в воду, перейти протоку, чтобы доставить пакет с секретными документами начальству, находившемуся на острове посредине Днепра. Затея была отчаянной. Это понимали все. Только-только зайдя в воду, папин напарник был ранен и не мог держаться с ним рядом. Папа же должен был идти вперед, пытаясь прорваться сквозь зону обстрела. Такое ему дали указания. Находясь в середине протоки, отец захлебывался, едва успевая глотать воздух перед тем, как снова уйти под воду. Вдруг папа, оглянувшись, заметил напарника. Тот, будто споткнувшийся или пьяный, странно разбрасывал руки в стороны, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и снова валился на бок. Папа что-то пытался крикнуть ему, но это было бесполезно. Грохот разрывов усилившегося обстрела заглушал все кругом. Немцы у минометов видели, что один из солдат еще жив и на плаву, не хотели дать ему уйти. Пройдя глубокую часть протоки, он оглянулся на бегу, пытаясь окинуть взглядом пройденный участок брода, но напарника уже не было. Его или снесло течением, или он утонул. Спрятавшись за корягой, папа из раза в раз пытался осмотреть все кругом, но берег и протока были тоскливо пусты. Тот важный пакет отец доставил начальству, и за это он, младший сержант 212-го мотострелкового полка 75-й гвардейской бахмачской дивизии, был даже представлен к награждению. Он получил медаль за отвагу, правда, ее вручили спустя 49 лет, прямо на сцене МХАТа, после спектакля «Мольер». Папины однополчане-москвичи сами собрали все документы по этому награждению, и в реляции был кратко, по-казенному описан этот эпизод сражения при Днепре. И вот медаль за отвагу на королевском камзоле Людовика, а на сцене вереница друзей-ветеранов, разделивших с папой радость этого торжественного и трогательного момента. В конце этой вереницы я. В нашем семейном альбоме сохранилась даже такая фотография. Папа в королевском камзоле, уже без парика, но еще в гриме. У него на груди медаль за отвагу, и я обнимаю его. Вот какой мой папа. Он не только король Франции, его величество Людовик XIV, именуемый Солнце, но и солдат-герой, отстоявший нашу родину для жизни следующих поколений, и для моей в том числе. Отец прошел страшное испытание, был в плену. Пленен он был под Житомиром 3 декабря 1943 года. В плену его мучили болезни, дистрофия, дизентерия, полный душевный шок. Отец не мог смириться с тем, что любой конвоир имел возможность просто пристрелить его. Ни за что. Из плена чудом удалось бежать 7 января 1944 года, Когда их военнопленных перегоняли и на одном из этапов вели через Первомайку, Каменец-Подольскую область, Переходили через мост. Он попросил немца «вассер», что значит «воды». Тот увидел, что парень еле живой. «Давай». Парень спустился под мост. Речка маленькая. Притаился, спрятался за опорой моста. Речка дождался, пока перестанут слышаться шаги военнопленных, и бросился прочь. Узнал у местных жителей, где побольше лесов, болот и меньше шоссейных и железных дорог, Где вероятность появления фашистов была гораздо ниже. Ему сказали, что неподалеку, километров через 15-20, находится деревня. Шел он к ней долго, потому что был совсем без сил. В деревне Шепетовке семья украинцев по фамилии Шевчук укрывала сбежавшего пленного солдата после побега. Они пригрели его, умирающего от истощения и душевного шока, отмыли и выходили. И спасли. Когда он немного окреп, смог вступить в партизанский отряд, который вскоре присоединился к одной из частей Красной Армии. Отец вновь стал красноармейцем, командовал отделением автоматчиков, освобождал Варшаву, участвовал во взятии Берлина, получил пять или шесть благодарностей Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда это было радостью. Демобилизовался в октябре 1945 года. «Меня вела какая-то сила жизни по войне», — говорил папа, «что ни одна шальная пуля, ни осколок меня не мог свалить. Я был кем-то охраняем. Не исключено, что я был охраняем Господом Богом». Отец написал книгу воспоминаний «Быть». В ней есть главы о том, как он воевал. Когда папа писал строки о войне, он иногда говорил маме и мне, «Соломка, Маша, я пишу о фронте. Хотите послушать? Я вам почитаю. Третья новелла. Мой папа на сцене. Самый главный». Нам довольно часто приходится слышать сочувственную фразу. Как это вам удается запомнить такую уймищу текста наизусть? Ах, если бы знали эти спрашивающие, что бывают такие времена в самочувствии актеров, когда знание огромных сложных текстов наизусть — ничто, просто отдых по сравнению с постоянно ускользающим правом на произнесение этого текста. Ведь надо, чтобы текст этот произносился не вами, но тем персонажем, которого вы обязаны найти в себе, и чтобы персонаж этот был единственным правомочным рупором этих слов. Только тогда весь выученный вами текст, а вместе с ним и образ характер, станут убедительными и живыми. Вот труд. Вот гранит, алмаз и глыба, о которой, я уверен, даже не подозревают многие, думающие о кажущейся легкости нашей работы. Все же остальное — цветочки-василечки на солнечном лугу и в отпускное время. Мои первые впечатления о работе папы в театре относятся к тому времени, когда мы уже переехали в Москву — в 1972 году. В столицу артист Смоктуновский был приглашен Михаилом Ивановичем Царевым и режиссером Борисом Ивановичем Равенских для работы в Малом театре. На роль царя Федора в пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Иногда отец брал меня на репетиции, а потом и на спектакли. Когда я видела его в роли царя Федора Иоанновича, то воспринимала как главного человека на сцене. Ведь он играл царя, а я уже знала, что царь — главный человек в государстве. Весь папин облик, его поведение полностью соответствовало моим представлениям о главном человеке. Однажды во время гастролей с этим спектаклем в Киеве, где зрители очень тепло приветствовали ведущий Московский театр, во время поклонов папа вывел на сцену и меня. Я стояла между царем и царицей. И это было очень торжественно. Но потом за такой экспромт папе сделали замечание. А он любил экспромты. Позже на спектакле Иоаннов я смотрела представление из-за кулис. Декорация являла собой стену с окнами. Чтобы ближе видеть участников спектакля, я сидела за кулисами у окна по ту сторону стены. По ходу действия папа оказывался совсем близко к этому окну, и я могла уловить его взгляд. Мне казалось, что отец может как-то подать мне знак, что тоже видит меня. Но он не видел меня. Он был полностью поглощен событиями, происходившими на сцене. Иногда даже придя домой после спектакля, папа не сразу освобождался от образа, все еще продолжая в нем жить, а потом постепенно приходил в себя, в свое привычное состояние.